Тренд на микрожилье дошел до России. Все чаще покупкой крохотных квартир интересуются москвичи. Обзавестись своим уголком в Москве для многих, конечно, роскошь. Тем не менее, купить квартиру в столице можно даже за 2 миллиона рублей. Это будут свои 14 квадратных метров, разумеется, возле МКАДа. И, конечно же, без ремонта только голые стены. Дорого и тесно, но бывает и хуже. Так, в Гонконге люди живут порой на 10 квадратных метрах целыми семьями. Фотографию опубликовала общественная организация Китая. Квартиры больше похожи на коробки от холодильника. В них размещаются и дети, и взрослые. Здесь люди спят, здесь же едят, а иногда санузел и рабочее место находятся не просто в одной комнате, а вообще в метре друг от друга. Но если вот с умом подойти к вопросу, то и в крохотной квартире можно создать комфорт. Для этого дизайнеры по всему миру предлагают множество решений. Так, кровать предлагают просто превратить в шкаф, столовую, в кабинет. Сегодня в Москве и Подмосковье сразу несколько компаний предлагают малогабаритные квартиры с готовыми вариантами планировки и оформления. Сейчас на прямой связи с Лайфом наш корреспондент Виктория Лукашева. Она нашла такое вот микрожилье. Вика, я тебя приветствую. А что говорят хозяева этой микроквартиры? Привет, Регина. Ну, хочу сначала показать вот этот дом. Тут дело в том, что уже даже в коридоре понятно, что здесь находятся малюсенькие квартиры. Потому что обычно вот мы привыкли, что на этаже там 4, 6, либо 8 квартир. Ну, а здесь мы видим несколько десятков. Здесь целые лабиринты из коридоров. Дело в том, что это бывшее заводское общежитие. Ну, а сейчас это уже такой обычный муниципальный дом, только с очень маленькими квартирами. И вот сейчас в одну из них мы попадем. Здесь наша героиня Кристина. Да, здравствуйте. Можно, да? Да. Так. Ну, вот я вижу, что уже даже на этапе, пока я разуваюсь, уже немножко, конечно, видны, скажем так, не совсем комфортные условия, потому что мало места. Но, тем не менее, как-то вы здесь обувь и все это умудряетесь, да? Да, пока я живу одна, то есть мне достаточно комфортно, мне помогают полочки, которых мне достаточно для меня одной. Выкручиваясь еще такими крючками, куда можно повесить сумки, пакеты. В принципе, мне достаточно. То есть нужно быть еще немножко креативщиком, скажем так, чтобы жить... Ну, много, да, приходится. Хорошо. Ну, вижу я здесь еще и кухня, помимо прихожей, да? Вот как хозяйки, все-таки вот умудряетесь вы на этой кухне что-то приготовить? Или это так, больше для вида? Ну, кухня, конечно, больше для вида, но для меня, так как я здесь готовлю либо завтраки, либо перекусы, это вполне достаточно. То есть двухкамерная плита, здесь крупы, если вдруг там какие-то специи, перекусы, может быть, каша на завтрак. То есть, скажем так, какая-то мука, крупа, есть место, чтобы это все хранить. Да, это умещается. Хорошо, а стиральная машинка, это уже вот такая находка, да, скажем так, куда ее поместить? Да, это очередное такое креативное решение. Стиральную машину поместили также сюда, так как ванная небольшая. Ну, давайте мы же покажем сразу ванную, да? Как она выглядит. Ванная помещается. Мне даже сложно представить. Небольшой дышевой поддон и санузел. В принципе, в шкафу помещаются все необходимые средства. Ну, средства, да, свои, да? Ну, то есть единственное, я так понимаю, чего здесь нельзя сделать, это принять ванную, да, понежиться в ванной. Да, для любителей ванной это немного сложновато. Хорошо, а можете показать комнату тогда, да? Конечно, пойдемте. Комната, как вы видите, немного больше. Здесь у нас уместился холодильник, так как в прихожей и на кухне его нет возможности поставить. Поэтому здесь можно приготовить завтрак, либо перекус, пообедать, позавтракать. Холодильник здесь присутствует. В принципе, достаточно комфортно для одного человека. Ну, хорошо, а вот такое любимое место женщин в доме, как гардеробная, вот как из этого вы ходите, скажем так? Ну, для этого мне тоже помогает такая небольшая ниша у меня есть, куда можно спрятать там постельное белье, либо при необходимости какие-то вещи, которые... Это вы уже сами придумали, вот такие полочки, да? Да, это уже была задумка моя. Мы туда поместили небольшие полки, также небольшая гардеробная ширма, которая тоже позволяет развесить какие-то верхнюю одежду, еще что-то. То есть вполне комфортно. Также диван, в нем есть небольшие углубления, в которые при необходимости также можно спрятать какие-либо вещи, которые вы не хотите показывать на виду. Ну, хорошо, вот одна вы здесь прекрасно помещаетесь, я вижу, верю, да? Ну, скажем так, вот пригласить гостей или родственники у вас там приедут из другого города. Есть где поместить их? Вот как есть? Достаточно диван, как вы можете заметить, большой, сестра, когда там, либо какие родственники, друзья приходят, его можно разложить, но он вполне комфортен. Знаете, это сложно представить, если вы разложите диван, сколько места здесь останется? Может, попробуем? Давайте попробуем. Давайте, да, давайте я вам помогу просто, чтобы быстрее было, да? Мы немного опустим подушки, чтобы мы... И отодвинем диван. Ага, вот я вижу ваши потайные полочки, когда вы все прячете, да, от гостей. Ну и, в принципе, да, в принципе, я так понимаю, что... Мы можем опустить верхнюю. Два человека здесь вполне поместятся. Ну, а, конечно, на этом, скажем так, квартира заканчивается, то есть места здесь уже очень мало. Кристин, ключевой, наверное, вопрос, сколько квадратных метров в вашей квартире? Вся общая площадь квартиры порядка 10 квадратных метров, но жилая где-то 6-7. То есть для одного человека это вполне комфортно, но если вы планируете обзавестись семьей, либо вы очень хотите проводить большую часть времени в квартире, это, конечно, будет маловато. Спасибо большое, Кристина. Регина, ну, вот как ты видишь, в принципе, даже на 10 квадратных метрах можно вполне комфортно существовать, но желательно, конечно, жить при этом одному. Ну, видимо, да, тебе спасибо. На прямой связи с лайфом была наша корреспондент Виктория Лукашева. Вот рассказала и показала, как выглядят микроквартиры. Продолжение следует...